Атава-Ихсан представляет Праведники достигли степени познания Всевышнего Аллаха и благодаря этому улучшили свои нравы. Первое. Абдуллах ибн Умар освобождал раба, если тот исправно совершал намаз. И когда рабам стало известно о благонравии своего хозяина, то они старались совершать намаз красиво напоказ. Но Абдуллах освобождал всех преуспевающих в поклонении. Как-то ибн Умару указали на это, и он сказал, «Если кто-то будет меня обманывать в том, что касается религии Аллаха, то я готов быть обманутым». Второе. Когда Ахнафа ибн Кайса спросили, «У кого вы научились благонравию?» Он ответил, «У Кайса ибн Асима Аннакри». Тогда его спросили, «А на каком же уровне благонравия находился ибн Асима Аннакри?» Ахнаф ответил, «Однажды служанка Кайса хотела принести ему шампур с мясом. Но шампур оказался очень горячим, выскользнул из рук служанки и упал на маленького ребенка ибн Асима, что привело к смерти малыша. Служанка была в крайней растерянности, а Кайса ибн Асима Аннакри сказал ей, «Не бойся, тебе ничего не грозит. Я освободил тебя ради Аллаха». Третье. Когда дети видели великого праведника Увайса Аль-Крани, то бросали в него камни. А праведник говорил им, «Если нельзя не бросать в меня камни, то бросайте хотя бы мелкие, чтобы они сильно не поранили мои ноги, ведь иначе я не смогу молиться стоя». Четвертое. Однажды некий человек шел за Ахнафом ибн Кайсом и порицал его. И когда он дошел до квартала, в котором проживал, Ахнаф ибн Кайса остановился и сказал, «О, молодой человек, если у тебя есть еще что-нибудь сказать мне, то выскажи все, а иначе некоторые сумасшедшие этого квартала услышат твою ругань и могут навредить тебе». Пятое. Рассказывают, что однажды правитель правоверных Али ибн Абуталиб позвал слугу, но тот не отозвался. Он позвал еще раз и еще. Тогда Али сам пошел к слуге и, увидев, что он лежит, спросил, «Разве ты не слышишь меня, о слуга?» Когда слуга ответил утвердительно, повелитель правоверных просил, «Тогда что же заставило тебя не отвечать на мой зов?» Слуга на это ответил, «Я был уверен в том, что ты меня не накажешь, и потому поленился подойти». Тогда Али сказал ему, «Ступай, я освобождаю тебя ради Всевышнего Аллаха». Шестое. Рассказывают, что Маруф Аль-Курхи остановился у реки Тигр для совершения омовения, отложив Коран и одежду в сторону. В это время туда же подошла некая женщина, которая забрала Коран и одежду Маруф Аль-Курхи. Тогда он догнал незнакомку и сказал ей, «О, сестра моя, я Маруф, и я ни в чем тебя не виню. Есть ли у тебя сын, который умеет читать Коран?» Она ответила, что нет. Тогда Маруф спросил, «А может, у тебя есть муж, который читает Коран?» И когда она опять ответила отрицательно, он сказал ей, «Тогда верни мне Коран, а верхнюю одежду можешь оставить себе». Седьмое. Однажды в дом шейха Абу Абдурахмана Ас-Сальми ворвались воры и унесли все, что в нем находилось. Рассказывали, что он говорил своему другу. «Как-то я пошел на рынок и увидел свой украденный плащ, и я отвернулся, чтобы не смотреть в ту сторону». Восьмое. Как-то Малико Ибн Динара обозвала его жена. «О, совершающий благие деяния на показ!» Он сказал ей, «О, женщина, ты нашла мне самое подходящее прозвище, которого не знали горожане Басры». Девятое. У Яхьи Ибн Зияда Аль-Хариси был слуга с дурным нравом. И когда Яхью спросили, «Почему ты держишь такого плохого раба?» Он ответил, «Я стараюсь проявлять терпение по отношению к его дурному нраву, и это учит меня быть кротким». Десятое. Рассказывают, что как-то раз Ибрахим Ибн Адхам вышел в пустыню и встретил там воина, который спросил, «Где здесь поселение?» Ибрахим указал на кладбище. Воин подумал, что тот издевается над ним, и больно ударил Ибрахима по голове, нанеся при этом ему рану. Когда же Ибрахим шел, то воину рассказали, что этот человек – известный в Харасане Аскет Ибрахим Ибн Адхам. И тогда воин пришел к нему с извинениями. Ибрахим же в ответ сказал, «Когда ты ударил меня, я просил Всевышнего одарить тебя раем». Воин спросил о причине такой просьбы, и Ибрахим ответил, «Я понял, что за нанесенный тобой удар я получу благое воздаяние от Господа. И мне не хотелось, чтобы ты из-за меня получал зло, когда я получу от тебя благо». 11. Рассказывают, что некий человек пригласил в гости шейха Абу-Усмана Аль-Хири. И когда праведник подошел к воротам дома, в которые его пригласили, то от хозяина он услышал, «О, шейх, сейчас неподходящее время для того, чтобы ты заходил. И вообще я пожалел о том, что пригласил тебя сегодня, поэтому уходи». Абу-Усман отправился обратно. И когда шейх уже доходил до ворот своего дома, то услышал в свой адрес слова, идущего за ним того самого человека, который отказал праведнику в гостеприимстве. «О, шейх, очень сожалею о сказанном!» и стал просить прощения. Тогда праведник сказал, что придет к нему вновь. Второй раз шейх пришел к этому человеку, и снова услышал у ворот дома пригласившего те же слова, что и в первый раз. Точно так же этот человек поступил с праведником и в третий, и в четвертый раз. Абу-Усман Аль-Хири покорно уходил и приходил вновь. И только после очередного отказа этот человек признался. «О, шейх, я хотел тебя испытать», а затем стал просить прощения, восхваляя Абу-Усман Аль-Хири. Тогда шейх сказал, «Не хвали меня за качество, которое ты найдешь даже у собаки. Ведь собака так же приходит и уходит, когда ее зовут, а потом выгоняют». 12. Другое предание гласит, что как-то раз Абу-Усман шел по дороге во время полуденного зноя. И вдруг с крыши одного из домов на праведника опрокинули полный тазик золы. Сопровождавшие его друзья очень рассердились и начали брониться. Тогда Абу-Усман сказал, «Не ругайтесь, разве подобает гневаться из-за того, что осыпали золой того, кто достоин огня». 13. Рассказывают, что однажды один мюрид пришел в гости к Джафару Ибн Ханзалат. Хозяин дома старался оказать гостеприимство Мериду, а он при этом говорил, «Был бы ты хорошим человеком, если бы не был иудеем». Джафар на это ответил так, «Мое вероисповедание не принесет ущерб услужению тебе. Лучше проси для себя у Всевышнего исцеления, а для меня – наставление на истинный путь». 14. Рассказывают, что к портному Абдуллаху Хаяту часто обращался один из огнепоклонников. Абдуллах шил ему одежду, а тот постоянно расплачивался с ним фальшивыми дирхемами. Однажды из-за занятости Абдуллах не смог пойти в лавку, когда в очередной раз пришел тот огнепоклонник с фальшивыми дирхемами. Ученик Абдуллаху отказался брать эти деньги, и тогда огнепоклоннику пришлось расплатиться настоящими дирхемами. По возвращении Абдуллах спросил у своего ученика, «Где рубашка огнепоклонника?» Ученик рассказал ему о произошедшем. Тогда Абдуллах сказал, «Как же плохо ты поступил!» Этот человек долгое время расплачивался со мной фальшивыми дирхемами, а я же проявлял терпение, выбрасывая эти монеты в колодец, чтобы ими не могли обмануть других. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!